Год назад у 35-летней Стефании Смит родился сын Исаия. Когда малыш появился на свет, вся ее жизнь наполнилась любовью. Сутки напролет мама и сын проводили вместе, радуясь друг другу. Однако все это длилось недолго. Спустя три месяца на коже мальчика появилось пятно, которое превратило их счастливую сказку в полный кошмар. Сыпь становилась все больше и больше с каждым днем. Исаия приходилось чувствовать новые для себя запахи, реагируя на которые, его кожа разрывалась и кровоточила. Врачи решили, что у мальчика тяжелая форма экземы. Они прописали малышу топические стероидные мази, от которых Исаия поначалу становилась легче. Прошло некоторое время, и сыпь на коже проявилась еще сильнее прежнего. Мама прибегала к более сильным препаратом, но история повторялась, вновь и вновь ее сыну от лекарств только хуже. Ужасная сыпь покрыла все тело малыша. Его волосы выпадали, чувствительность исчезала. Доктора разводили руками. Врачи думали, что это просто экзема, рассказывала Стефания, все говорили одно и то же. Один из докторов даже сказал, что я отравляю сына своим молоком, поэтому должна немедленно прекратить кормить его. Прошло пять месяцев, и у Исаия случился приступ кожи, начала разрываться глубоко изнутри. Скоро увезла мальчика в госпиталь, где его лечили сильными стероидами. Мази дали результат, но через два дня приступ вернулся с новой силой. Для того, чтобы избежать инфекции, Стефания регулярно обертывала своего малыша медицинскими бинтами. Даже его пальчики, которыми он мог почесать себя во время сна, должны были быть полностью закрыты, Исаия становилась лучше только в воде. Ни напролет мама проводила с малышом в ванной, пока тот лежал в раковине. Только там ее сын не плакал. Каждый раз, когда мы касались друг друга, его кожа начинала вскрываться изнутри. Я не могла приложить его щеку к своей. Я не могла даже обнять его без всех этих бинтов, рассказывала Стефания, ему все время было больно, он кричал. Я все время плакала. Он выглядел так, как будто у него не было кожи. Боль была невыносимой все время. Однажды, совсем отчаявшись, я молила Господа о том, чтобы он дал моему сыну другую жизнь. Врачи прямо говорили, что ничем больше не могут помочь. Боль вылилась в отчаяние, слезы не сходили с глаз. Стефания не знала, существовала ли хоть какая-то возможность спасти сына. Немногим позже она заходит на форум в интернете, где случайно натыкается на фотографии детей, имеющих проблемы с кожей. Они обсуждали стероиды. Их побочные эффекты могут делать сыпь еще сильнее, если ты прекратишь их принимать. Стефания отказывается от стероидного лечения сына и решает делать собственные лосьоны и мази. Сочетание лимонной травы и цинка сработало лучше всего. Вскоре на теле Исаи начали появляться пятна, свободные от всякого воспаления. Спустя 10 месяцев после отказа от стероидных мазей, кожа малыша снова вернулась к норме. Нас осматривали 35 докторов. Они все думали, что это экзема. Сейчас я очень хочу показать им фотографии, на которых Исаи полностью здоров. Самое главное, что мальчик, которому когда-то никто не мог прикоснуться, сейчас может весело играть с другими детьми. Мы потеряли целый год. Целый год я не могла поцеловать его, прикоснуться к нему. Сейчас мы постоянно обнимаем его всей семьей. Ему так нравится. Стефания поделилась своим опытом, чтобы помочь другим. Она, как никто, понимает боль женщины, ребенок которой вынужден беспрерывно страдать. Поделись этой историей, и может быть ты спасешь еще одну отчаявшуюся мать и ее больного малыша. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.